Теперь переносимся в Ингушетию, точнее в маленький город республики Аль-Юр. Сегодня около мечети была обнаружена Волга, начиненная тротилом. Мощность взрывного устройства это примерно 30 килограммов тротилом эквиваленте. Слава богу, вовремя на место приехали прохвитые органы, которых вызвал дворник, когда заметил подозрительное авто у ворот этой мечети. Вся операция заняла по разминированию где-то 3 часа, но, слава богу, опять же, повторюсь, никто не пострадал во время всей этой истории. Ну что ж, еще раз. Машина обнаружил сторож мечети Микаэл Бацаев, его завод. Это сегодняшний герой. Более суток он заметил, что никто более суток не подходит к машине. Мужчина вызвал полицию, как и полагается. Кинологи, которые приехали на место, конечно, подтвердили, что в машине взрывчатка. Местных жителей незамедлительно эвакуировали артиллерийский снаряд. Это я уже говорю про содержание бомбы. Вы видите первыми данные кадры, эксклюзивные на лайф. Итак, это артиллерийский снаряд, который был спрятан в газовый баллон машины и залит сверху монтажной пеной. Сейчас следователи пытаются найти владельца авто, второго владельца, потому что совсем недавно машина попала с одних руки в другие. Первый владелец это местная жительница. Ей 70 лет. Кому она, собственно, продала машину, она не знает. Это неизвестный мужчина. Случилось все это совсем недавно. Но теперь есть предположение, что как раз это был какой-то боевик, который пытался с помощью старой Волги устроить страшный кровавый теракт у мечети в Ингушетии. А возможно, это было покушение на одного человека, но очень важного в регионе. Это имам мечети Иисуса Цычоев. К счастью, никто не пострадал. Об этом опять же стоит повториться.